Своими глазами. Интернет-телевидение ТВ Белс находится в гостях у нового зампримара муниципия Белс Александра Фёдоровича Усатова. Александр Фёдорович, если можно сказать, когда вы вступили в эту должность, был ли конкурс на эту должность, сколько было человек и почему выбрали именно вас? Согласно закону о местном публичном управлении, должность заместителя примара является выборной. То есть никакого конкурса не предусмотрено, как то, например, на замещение вакантной должности кого-либо из государственных служащих аппарата примарии муниципи Белс. Независимо от того, это речь идет о государственном служащем, начальнике отдела, управлении, главном управлении или просто специалиста одного из структурных подразделений примарии. Для выборов заместителя примара что требуется? Кандидатуру подбирает примар, предварительно консультируется с фракциями, входящими в состав действующего муниципального совета, независимыми советниками. Затем этот вопрос включается в повестку дня очередного или внеочередного заседания муниципального совета, что было сделано 30 июня 2023 года. И, как любой проект решения, включенный в повестку дня, он обсуждается и после обсуждения с советниками голосуется. Большинством голосов я 30 июня 2023 года был избран на эту должность заместителя примара. Я предполагаю господину Усакову, так как я считаю, что он сегодня достойный, достойный кандидат на эту должность. Он проявил себя во многих должностях, в которых он работал, начиная с депутата, ну, последними, заканчивая торговым управлением. Человек команды, человек порядочный, человек, который его время справится с помощью всей команды, с этими обязанностями, которые на него возлагаются. И те огромные проекты, которые сегодня в Бельцах начинают работать, начиная со строительства 9-го квартала, реконструкции городского возраста, реконструкции спортивной, Александр Чулбун, улицы Жироны в данный момент. Я думаю, что было бы, наверное, несправедливо все обязанности положить на плечи Татьяны Анатольевны и Геннадия Данидовича, так как они, у них огромный объем их работы, и третий лиц, например, не будет в помощь. Это первое. Ну и второе, конечно же, человек ушел из политики, человек не политизирует никакие свои решения, не комментирует их, и это подходит, наверное, потому что он сегодня пришел работать, во благо, в первую очередь, во благо Бельчанин будет работать, на благо нашего города. И когда мы консультировались с коллегами, они сказали, что мы уверены, что он эту должность потянет, и от этого только Бельчане все выигрывают. Еще раз говорю, мы уверены в том, что это должность, которую он оправдает, и Бельчане это оценивает. — Вы относитесь к какой-либо партии, потому что, насколько я помню, последнее, когда Вы относились к партии социалистов, сейчас, на данный момент. — Да, с партией социалистов мы расстались по той причине, что в ноябре 2021 года я и группа моих товарищей, тоже являющихся на тот момент членами территориальной организации партии социалистов, выразили несогласие с решением партийного руководства и приостановили членство в партии социалистов. Устав это предусматривает. После нашего такого решения в декабре на очередном заседании Республиканского совета, это высший партийный орган партии социалистов, нас исключили из партии социалистов Республики Молдова. С тех пор я не являюсь членом никаких партийных организаций, зарегистрированных на территории Республики Молдова. До того, как вы стали сейчас новым зампримара, с 2013 года, если я не ошибаюсь, если нет, вы меня поправите в беседе, да? Вы были тоже зампримара по культуре. Поправляю. Поправьте. Я действительно был в должности заместителя примара по социальным вопросам. Это образование, культура, спорт, молодежь, здравоохранение, воинский учет. С 2007 по 2015 год включительно. Вот с учетом моих поправок, что у нас получается. За столько времени, проработав зампримара, у вас накопился большой опыт. Почему вы в какой-то момент ушли с этой должности? Ушли вы или, скажем так, вас ушли? Как мы говорили с вами раньше, должность заместителя примара – выборная должность. Любая выборная должность имеет срок окончания мандата. Мандат заместителя примара, максимальный срок мандата является 4 года. 4 года – это в том случае, если его выбрали сразу после проведенных очередных местных выборов. В 2007 году прошли очередные местные выборы в муниципе УБЭЛС. Меня избрали заместителем примара на срок 4 года. То есть с 2007 по 2011 год. В 2011 году по результатам местных выборов выбрали того же примара, речь идет о Василии Тарасовиче Пончуке, но согласно закону о местном публичном управлении, в любом случае наш решением совета наш мандат был завершен в 2011 году. Я точно не помню число и месяц. И на этом же заседании муниципального совета меня вновь избрали заместителем примара тоже по социальным вопросам уже на период с 2011-2015 год. Еще 4 года. То есть вы от звонка до звонка? Почти. Почти. Вот на этом слове «почти» мы не ставим точку, а многоточие. Продолжите. Почему «почти»? 2 апреля 2015 года в неочередном заседании муниципального совета исполняющий обязанности примара, а на тот момент это был Оргавиан Маху, он включил в повестку дня заседания совета вопрос о прекращении, об освобождении меня с должности заместителя примара под предлогом, что якобы было плохо проведено городское мероприятие, посвященное освобождению города Бельц от немецко-фашистских закладчиков. Это мероприятие прошло 26 марта, и 2 апреля с такой инициативой выступил примар, и тогда фракция партии коммунистов, находящаяся в большинстве, они проголосовали за то, чтобы меня освободили от должности заместителя примара. Я это решение муниципального совета обжаловал в суде первой инстанции, суд первой инстанции я выиграл, и в конце июня 2023 года я был восстановлен в должности, проработал еще буквально 2 недели, на тот момент уже прошли местные выборы всеобщие, и я попал опять на процедуру прекращения моего мандата через решение совета. И уже следующий примар, Ринат Усатый, он уже мою кандидатуру не предлагал на следующий срок в качестве вице-примара. Поэтому с учетом того решения суда у меня получилось 2 полных срока по 4 года в качестве заместителя примара. Сейчас, после муниципального совета 30 июня, 30 июня вас утвердили в должности заместителя примара в муниципе Абеллс по другим же вопросам, не в области образования и культуры. Вы уже стали по, скажем, не по специальности, а по работе жилищно-коммунального хозяйства. Для вас это ново, понимаете, потому что столько лет, хотя у вас стаж, я знаю, вы хороший оратор, вы долгое время работали в школе, преподавали историю, вы проработали также заместителем примара 2 срока, и сейчас, как вы не боитесь ли, вступив в эту должность, там все новое, все по-новому. Новые вопросы, новая специфика работы, вам будет тяжело как-то включиться вот именно и работать в этой области. С чего вы начнете и какая, если у каждого обычно, кто вступает в должность, есть уже какие-то наметки или какие-то строят планы, вот я начну с этого. Просмотрели ли вы ту работу, которая была сделана? Эта же должность была какое-то время свободной, ее выполнял Николай Николаевич Григоришин, да? Вы теперь понимаете, что вы должны изучить вот эту вот полностью его работу и узнать, на каких этапах сейчас город находится и что необходимо городу на тот момент, потому что у нас осенью выборы примара, и у вас остается немного времени, да, чтобы как-то сделать запланированную работу. Успеете ли вы и какие у вас планы? Ну, как мы договорились с самого начала нашей беседы, что я буду делать некоторые поправки, да? Что касается не по специальности, тут вопрос архитарический, по специальности, не по специальности. Дело в том, что я до службы в Советской Армии, я учился в Кишиневском политехническом институте на механическом факультете. Два курса я закончил. После службы в Советской Армии я перевелся в Бельский государственный педагогический институт на факультет физика и техника. То есть, если вы намекаете, что я больше гуманитарий, нет, я больше технарь по образованию. Да, вы правильно напомнили о том, что да, я был даже учителем истории, но в период моей педагогической деятельности был у меня и такой опыт. Тогда возникла необходимость заменить учителя истории, и я прошел соответствующие курсы повышения квалификации, и мой уровень на тот момент позволял, руководство школы доверило мне преподавать уроки истории. То есть, в моем опыте был и такой. Ну, и вы там перечисляли мои основные этапы профессиональной деятельности, я еще в течение 7 лет был директором средней школы. Что касается коммунальной сферы строительства и транспорта, за что я сейчас буду отвечать, ну, понимаете, кроме тех 8 лет заместителем примара, да, это была социалка, но в любом случае у каждого из трех лицепримаров определены функциональные обязанности. Но работая в одной команде, взаимовыручка, взаимодействие, где-то иногда приходилось подменять друг друга, то есть говорить о том, что коммуналка для меня была за тот период времени вообще где-то там за чертой, за ширмой нет. Конечно же, основные решения подписания соответствующих документов в этой области делал не я, а мой коллега, но я все это видел, как это происходит. Кроме того, я в течение почти 8 лет был муниципальным советником, как те советники, которые задавали, как им кажется, умные вопросы мне, или неудобные вопросы. Они за неполных 4 года, не имея никакого профессионального уровня подготовки, ни теоретического, ни практического, они считают себя знатоками в области коммуналки и считают, что я полный дилетант. Нет, я, как эти молодые люди-советники, были почти 4 года, я был почти 8 лет муниципальным советником, 8 лет вице-примаром по социалке, то есть все коммунальные вопросы с профессиональной моей деятельностью, если не напрямую, то в достаточной степени я это все видел, я это все понимал. Кроме того, я являюсь жителем этого города с 1966 года, за маленьким исключением, 2 года учеба в Кишиневском политехническом институте, 2 года служба в Советской армии, потом 2 с хвостиком года мое депутатство, опять-таки это Кишинев-Бельцы-Бельцы-Кишинев, но в любом случае я не был каким-то сторонним наблюдателем, я прекрасно понимал, что происходит у нас в муниципе Беллс, в коммунальной сфере в том числе. Сейчас, конечно же, не просто окунуться в эту всю проблематику, потому что, как говорят, что самая проблемная – это коммунальная сфера. Почему? Потому что они о проблемах коммунальной сферы знают абсолютно все. Любой житель нашего города, независимо от того, сколько ему лет, какой он национальности, какого социального происхождения, он сталкивается со всем, что у нас есть в этом городе, он видит и понимает. Если с образованием люди сталкиваются, не все, у кого учатся там дети или внуки, какой-то период времени потом, их образование, в общем-то, не интересует, то же самое здравоохранение, пока мы живы и здоровы не сталкиваемся с нашими медицинскими работниками, мы как-то… А с коммуналкой мы каждый день встречаемся, поэтому, наверное, она находится вот прям в поле зрения абсолютно всех. И все эти проблемы, которые есть, они, конечно же, очевидны для всех. Сложно, непросто, я уже это понимаю со второго своего дня работы, сегодня, вот вместе с начальником управления коммунального хозяйства мы объехали все объекты, где производятся ремонтно-строительные работы, дорожные, тротуары, замена бордюров, полотно дорожное, капитальный ремонт, ямочный ремонт, это все мы просмотрели. Если говорить о каких-то прям новых идеях, ну, знаете, с новыми идеями хорошо начинать новый полный мандат на 4 года. Сейчас, как вы правильно заметили, нас ждут осенью, уже, кстати, определена дата выборов, 5 ноября. Центральная избирательная комиссия определила не так много времени, то есть на данном этапе очень важно качественно в срок завершать все то, что на сегодняшний день происходит у нас в городе. Что происходит, что по плану запланировано, какие ремонтные работы, где уже были проведены тендера, определены подрядные организации, которые выполняют эти работы. На мой взгляд, что самое главное, сроки выполнения этих работ и качество выполнения их работ. В ближайшее время нас еще ждет буквально вот либо 5, либо 6 июля тендер на проведение работ по благоустройству дворов микрорайона 9 квартал. Это очень большой объем работы. Надеемся, что пройдет тендер и выберем победителем, станет достойная подрядная организация, которая сможет эти все работы выполнить качественно и в срок. На сегодняшний день в разгаре работы по улице Садовяна, от Акционерного общества Бермастер до Моста. Небольшой участок, но требует серьезных работ. Там замена бордюров уже завершается. Потом после этого капитальный ремонт асфальтового покрытия произойдет. Сейчас идет активно ямочный ремонт по улице Зеленой. После завершения этого ремонта сразу же это предприятие, в данном случае ДРСУ, переходит на ямочный ремонт улицы Кулисова. Завершается ремонт в белом варианте в микрорайоне Новые Бельцы. Там почти все основные улицы сделаны уже в белом варианте. Это, конечно же, не твердое покрытие, не асфальтовое, не асфальтобетонное, но, тем не менее, это тоже, исходя из наших финансовых возможностей, достаточно большой вклад в благоустройство этого микрорайона. Вот это основные штрихи. Работы много предстоит. Как говорят, денег всегда не хватает. И, кстати, еще один очень интересный, и вы, наверное, обратили внимание, а может, вы уже готовили этот вопрос, в рамках совместного проекта с Баташанами начинается реконструкция центральной части лестницы в парк. Очень красивый был. Вы говорили о том, что вы просмотрели по городу, где ведутся ремонтные работы. Я хочу узнать, вы говорите, что вы делаете капитальный ремонт дорог и просто ремонт дорог. Ямочные дороги, белый вариант. Да, и просто ремонт дорог и капитальный. А как вы определяете, какие дороги нужно сделать капитальные, а какие просто сделать ямочные или что? Сразу скажу, вы говорили насчет девятого квартала. Я проживаю на девятом квартале по бульвару Минеску-1, где 50, более 50 лет у нас не проводились никакие ремонтные дороги внутри домовой территории. Ну, сделали нам, жители, и на этом благодарны, что, по крайней мере, заасфальтировали. Пусть копится вода, все. Обещал жировец, что следующие ремонтные работы пройдут напротив нашем, в общем, дворе. Мы, Йорга, 16 и 18, обещали, что начнут подготовительные работы. Прошло две недели, подготовительные работы не ведутся. У нас до конца не закончен ремонт нашей дороги. И я помню, что когда был Шеремет, мы приходили, и когда какую-то дорогу сдавали в эксплуатацию, ну, просто я вам говорю, как к будущему нашему... Кому мы будем задавать такие вопросы, да? Да, кому мы будем задавать, когда произведен ремонт, и произведен ремонт некачественно. Вот. И он проверял, и всегда, вот здесь некачественно переделайте. Вот каким вы будете у нас зампримара, будете ли вы так щепетильно относиться к этим вопросам, и будете ли вы слышать о том, что говорят жильцы, после того, когда сданы дороги уже, как бы, они отремонтированы, а жильцы недовольны, что у нас оно, они не обратили на это внимание, и некачественно, скажем так, произведен ремонт дороги. Ну, начнем сначала. Как вы сказали, а как вы определяете, где нужен капитальный ремонт, а где нужен ямочный ремонт? Это я вам задаю. Да, я понял. Так, значит, уже определили до меня. То есть, планы на ремонтные работы на текущий финансовый год, они уже есть, они уже реализуются. То есть, выносить какие-то существенные корректировки не представляется возможностью. Обычно... Снимаем с вас вину. Нет, это не вина, я просто говорю, как определяется. Обычно исходят из тех финансовых возможностей, которые есть на финансовый год, знают проблематику разных категорий дорог. Есть у нас основные магистральные улицы, где проезжают общественный транспорт большой вместимости. Есть у нас, как вы говорите, внутриквартальные, внутридомовые. Есть у нас дороги в белом варианте, я приводил примеры, Новый Бельц. То есть, надо... Белый вариант, поясните, что такое белый вариант? Я знаю, что такое, потому что жильцы Новый Бельц, я выезжала туда не раз и делала репортаж по той улице, где у них постоянно проезжает маршрутка, и очень пыльно. И они говорят, если они сделают белый вариант, то вот этот щепень будет отлетать к нам с заборы, которые у нас идут, которые сделаны очень, говорит, дорогие заборы. Ну, в смысле, вход в дом, и говорят, нас белый вариант не устраивает, мы столько ждали. Поясните, что такое белый вариант? Белый вариант. В данном случае, если вы видите Новый Бельц, то там бордюры заменили, в том числе там установили новые бордюры. Но покрытие, дорожное покрытие, это утрамбованный, плотно укатанный щебень мелкой фракции. Вот утрамбовка, укатывание такого щебня мелкой фракции, если это качественно сделано, то оно исключает, вот как говорят жители, гипотетически, что, возможно, эти камешки, этот щебень будет вылетать в забор и так далее. Основная проблема дорог в белом варианте, если есть сильный уклон, и в момент проливного дождя по этому уклону течет вода, вот что самое страшное, этот щебень просто будет вымываться, и такая дорога будет недолговечной. Вот то, что сейчас было сделано и продолжается работа, скоро завершаться до конца месяца, в районе, микрорайоне Новая Бельция, подрядная организация говорит, что в таком варианте дорога прослужит минимум два года. Почему не делается асфальтовое покрытие или асфальтобетонное более дорогостоящее? То есть тот объем, который мы сделали по протяженности в белом варианте, получилось больше, нежели мы сделали капитально, там в бетоне или в асфальтобетоне, ну, чтобы сказали, вот вы сделали там один километр, сделайте нам, пускай будет не такое качественное, но в большем, вот пошли по такому пути, больше охват, с вариантом попроще, подешевле. Примерно так же определяется и необходимость ямочного ремонта или капитального ремонта. Капитальный ремонт не обязательно замена бордюров, если бордюры в хорошем состоянии, можно постелить сплошняком асфальт или бетон полностью, это будет называться не ямочный ремонт. Ямочный, это когда есть определенные улубления, ямки, в результате чего они возникли, это уже второй вопрос, они обрабатываются, они вырезаются чуть больше, и латаются. Такие вот латочки, это есть ямочный ремонт. Ямочный ремонт, качественно проведенный на бетонном покрытии, продолжит качественное, это покрытие будет в хорошем состоянии еще порядка 10 лет. Ямочный ремонт, произведенный на асфальтовом покрытии, примерно в два раза меньше, его долговечность. Вы говорили о том, что какие улицы Вы объехали, Вы забыли упомянуть улицу Киевская. Она уже два года закрыта, все время ремонтируют. Непонятно, опять же задают к нам вопрос жителей вот этого микрорайона, Северного вокзала, когда же прекратится вот этот ремонт, почему они остановились и не ведутся работы. Вот Вы в курсе, почему, по какой причине прекращены работы и возобновятся ли они заново, и когда все-таки мы увидим открытие этой дороги по улице Киевская? Ну, на улице Киевской ремонтные работы, в принципе, еще не проводились. Там, где была просадка асфальта, в результате того, что разрушена была канализация, канализационный коллектор, это одна полоса движения, примерно от улицы Камбульской, почти до Северного вокзала. Вот там движение до сих пор перекрыто. Сделали небольшую подсыпку во избежание того, чтобы асфальт проседал дальше. И вот движение осуществляется вот на половине ширины проезжей части улицы Киевской, от Кагульской. Почему не ведутся работы дальше? Согласно проектно-сметной документации, там порядка 200 миллионов леев. Этих денег в бюджете нет. Помощи со стороны правительства мы не дождались. Обращался примар, обращался неоднократно, были вроде бы даже даны обещания, но кроме обещаний, вопрос финансирования дальше не пошел. Но это не значит, что микрорайон Северный вокзал вообще забыл. Там сделали капитальный ремонт улицы Кагульской. Ну это центральная магистраль. Я согласен. Александр Журиевич, у Бюджеткиевская. Даже там троллейбусы уже не ходят. В одном направлении ходят. В одном направлении. В одном направлении. Из Северного вокзала в направлении центра, а не по кругу. По кругу, да. Почему не ходят? Потому что перекрыта одна полоса, контактная сеть осталась только в одном направлении, которое не может обеспечить движение троллейбуса в двух направлениях. Ну и плюс еще ширина оставшейся проезжей части тоже не позволяет им курсировать в двух направлениях. Только в одном направлении. Те средства, которые есть в бюджете, те средства, которые выделяются из Дорожного фонда, начинать улицу Киевскую, заблокировать движение на неизвестно какой период времени, это будет абсолютно неправильно. Поэтому маленькими средствами делается кое-что. Благоустройство дворов. И сейчас, так полагаю, что если не в этом месяце, то в следующем начнется благоустройство дворов по улице Середы, там, по-моему, шесть или семь домов пятиэтажных. Это от Когульска в направлении Северного вокзала, с тыльной стороны стадиона Локомотив. Вот сегодня мы тут были тоже. Угольник просит помощи о том, что у них там вообще, говорит, даже внутри дворовые территории, говорит, не было уже сколько лет, говорит, даже освещения нет. Даже освещение, говорит, вечером просто жутко, говорит, ходить по нашим улочкам, несмотря, что мы там живем, говорит. Все, говорит, оборудуют центральную магистраль, все, а вот мы, как Угольник, о нас вообще забыли. Мы знаем, будем думать, обещать сейчас не буду, потому что за любое обещание потом надо будет отвечать. Не значит, что мы боимся ответственности, но не можем мы все осилить по причине отсутствия необходимого количества финансовых средств. Ну и сейчас давайте, как бы мы не уважали жителей микрорайона Угольник, если появляется серьезная сумма денег, то, сейчас скажу даже на камеру, конечно, приоритет будет отдан улице Киевской. Почему? Потому что это основная магистральная улица этого микрорайона, и ею пользуются и жители того же Угольника, и практически всех улиц, находящихся в этом микрорайоне Северный вокзал. Да, надо не забывать и о дорогах в белом варианте, и о внутриквартальных, но все должно быть пропорционально. Почему приоритет магистральным улицам? Потому что ими пользуются большее количество жителей нашего города, гостей и пешеходов, и транспортные средства, и транспортные средства большегрузные осуществлены, извиняюсь, пассажирские транспортные средства, автобусы и троллейбусы большой вместимости. Хотя делаем, считаю, что пропорционально, и магистральные, и внутриквартальные, и в белом варианте, всего понемножку исходя из финансовых возможностей. К сожалению, финансовые возможности не позволяют за один финансовый год решить абсолютно все проблемы в коммунальной сфере этого города. Самое главное, что есть желание, есть стремление, и потихонечку, шаг за шагом, я считаю, что мы двигаемся вперед, у нас в муниципе. Конечно, может быть, не так, как хотелось бы нам, не так, как хотелось бы всем жителям нашего города. Но, как я говорю, есть желание, есть стремление, но со стороны жителей должно быть понимание и поддержка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!